И Ифонина, и Иисуса, сына Навина, детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врага, я веду туда, и они узнают землю, которую вы презрели. Согласно Библии, Господь не поразил тех, кому не было двадцати лет, поэтому при входе в обитованную землю им было около шестидесяти. По Юрасову же им было всем не более сорока лет, и такие ляпсусы у него сплошь и рядом. Почему? Это то же, что обыкновенное женское и называется обыкновенное бытовое православное, неблагоговейное, безблагодатное отношение к Слову Божию. Какая разница, что добавишь, что убавишь. Главное-то не Слово Божие, а священство и литургия. Моисей погрешил устами. Псалом 105, 32, 33. И прогневали Бога, вот Миривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Число 20, 8, 13. Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она отдаст из себя воду. Итак, ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его. И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моисей руку свою, и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество из скот его. И сказал Господь Моисею Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою предачами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в расприо сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою. Согласно Слову Божию, Моисей не вошел в обетованную землю не за то, что роптал, как суисловит Юрасов. Этот пастырь, не знающий Библию, знающий ее хуже, чем средняя баптистка. Господь повелел сказать скале, а Моисей добавляет, послушайте, непокорные, «Разве нам из этой скалы извести для вас воду?» Вот те роковые 11 слов, которые может пересчитать Юрасов и запомнить, и не врать с кафедры перед микрофоном в Свято-Виденском женском монастыре. Архимандриту нет никакого желания заниматься Библией. Он же не баптист, он Библией так свободно манипулирует, как будто это письмо от тещи. Если эти 11 слов стали роковыми для Моисея, с которым Бог разговаривал лицом к лицу, то что будет с тем, кто бессовестно и нагло перевирает слова великого Бога? Разве ему на помощь на страшном суде придут те, кто хлопал ему в ладоши и одобрял его? Вы наговорили, быть может, уже 11 тысяч слов вопреки Писанию. При написании книги вы ее могли проверить, правильно ли передаете слова Всевышнего Господа Саваофа того, который небо и землю оценил дешевле, чем одну йоту или черту из сказанного им. Как говорил протокоп Авакум, знаю я су этих пустосвятов. Вы сразу начнете выворачивать, что это не закон Моисеев. Не прибавляй означает к любому Слову Божию. И не убавляй, а вы прибавляете то, чего вообще не было. И не спровергаете суд Божий и устанавливаете свой, за что наказан Моисей. Книга-притч, 30 глава, 6 стих. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Откровение, 22, 18, 19. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, У того отнимет Бог участие в книге жизни и Святом Граде, и в том, что написано в книге сей. Таразаконие 4, 2. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам. И не убавляйте от того, соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую. Откуда архимандрит берет эту историю с научением Моисея письменности ангелам Гавриилам? Да ниоткуда. Так их приучили в кавычках православие смотреть на Библию, даже не как на второстепенное. Главное это священство, исповедь и десятичасовые богослужения. Иоанн Златоуст снова глаголит нам, чего нет в Библии, о том не рассуждаем. И к небу взор поднявший свой, они исполнены печали. Из глубины души больной души измученной взывали. У нас на подвиг нету сил, исходит сердце наше кровью. Неравный бой нас истомил. Взгляни, взгляни на нас с любовью. С глаголом мира на устах мы шли навстречу наших братьев. Откуда ж их внезапный страх? Откуда этот вопль проклятий? Услышав нашу речь они, мечи хватали и каменья, И судьям в диком озлоблении кричали бешено «Распни!» Ужель вражду и злобу мы в сердцах людей воспламенили лишь тем, Что больше зла и тьмы добро и свет мы возлюбили? Что призывали богачей и сильных мира и свободных Не гнать от трапезы своей ногих и сирых и голодных? И вот, отвержены людьми, изнемогли мы в долгой битве, О, Божьи истины, вонми, гони махчат твоих молитве, Сердца озлобленных смягчи, открой слепым и спящим очи, И пусть хоть бледные лучи блеснут в глубоком мраке ночи. А.Н. Плещев, 1861 год. Ты, Сергей, где ты говоришь? Открытый. Открытый. Открытый мог книгу. Это в четвертом томе. Называй четвертый том. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Том четвертый. Вопрос 1346. Тема «Разбор ответов» Амбросия Юрасова. Вопрос 2.97. Объединение церквей мира может служить лишь грядущему единовластью Антихриста. Значит, нынешняя разобщенность церквей работает против него. Отвечает Амбросий Юрасов. Господь сказал «Не бойся, малое стадо, я всегда с тобой». Господь в Священном Писании говорил о единой церкви, той, которую Он сам создал. А эти многочисленные конфессии создали люди. Это уже не Христова церковь. Здесь нет литургического единения. Раздробленность конфессий не может работать против Антихриста. Ведь там нет Бога, нет спасения. Огромный грязный поток этих конфессий хотел бы поглотить православную церковь. Потому и появилась Экуменическая церковь, предтеча Антихриста. Когда придет Антихрист, он будет управлять этой церковью, но недолгое время. Три с половиной года. Потом конец. Разбирает выступление Игнария Тихоновича Лапкина. По любому вопросу о живых и мертвых, о настоящем и будущем, для верующих и неверующих, ныне и во веки веков отвечает Анвросия одинаково. Надо покаяться и ходить на литургию. Христос же учит иначе. От Марка 1.15 И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. Православный даже и не поймет, какая тут разница. В Библии говорится 128 раз о проповеди, которую нужно нести всем людям, и о благовестии 107 раз, и около 1900 раз призыв прийти. И это все для тех, которые вне церкви и для тех, которые стали членами церкви. И только однажды апостол Павел верующим напоминает о Тайной Вечере, и евангелисты один раз описывают ее. Но ни разу нигде не сказано, чтобы апостолы или ученики апостолов несли весть о Литургии, о Тайной Вечере. Даже напротив того, на это был строжайший запрет. И кто не мог держать язык за зубами о Литургии, будучи знаком с ней, тот не имел права быть священнослужителем. 1 Тимофею 3, 8, 12 Дьяконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некористолюбивы, хранящие таинства веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать дослужение. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Дьякон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и дом своим. В творениях святого Иоанна Златоуста многократно повторяется в его проповедях такое выражение. Верные знают, о чем я говорю. То есть, когда Златоуст хотел сказать о теле и крови Христовых, до возгласа оглашенные языки. Сегодня безбожные кинооператоры и фотографы толкутся в алтаре с патриархами, архиереями и священниками, ведут съемку и показывают ее по всему миру. Итак, где бы и за что бы ни взялся в сегодняшнем православии, ничего не найдешь истинно православного. Отец Амвросий с умилением приводит пример, каким пользовался профессор Алексей Ильич Осипов, что на православных объедках и мусорных ящиков питаются сектанты. И это же повторяет Кураев. Увы, дело обстоит совершенно наоборот. Это мы православные в мусорных ящиках, которые нам достались в 1988 году от Византии. От их объедков, от тех крох, какие остались от апостолов. Этот рассказ очень хороший, и он означает, что Амвросии, Ювеналии, Алексии никак не хотят садиться за апостольский стол, а только и давятся словами «Литургия, благодать, литургия, благодать, приходите к нам на исповедь». В этом ответе он отвечает, как «истовый закоренелый старовер». В этом ответе правильно названо экуменическое движение грязным потоком. Но нужно сразу же добавить, что вы защищаете своих архиереев, которые купаются 40 лет в этом потоке, разлагая все православие. И ни о каком православии они там никогда не свидетельствовали. И вы это хорошо знаете и обманываете народ. В грязном селевом потоке можно только переворачиваться и нестись мертвым трупом. Даже в будущем море при кораблекрушении кто-то может кому-то оказать помощь. Но только не в грязном огромном потоке. Здесь снова стопроцентная ложь у вас. Если всюду и везде вы отвечаете одним словом – надо провести генеральную исповедь. Так сумейте же ее провести за эти книги и лживые ответы. Сколько душ вы отравили этими книгами. Иоанн Златоуз говорит, если одна душа погибнет по твоей небрежности, о пастырь, тебе не хватит всей твоей жизни, чтобы загладить свою вину. Поэтому, учитывая, что эти книги выдержали уже не одно издание, десятитысячным тиражом можно представить, какой бациллой и скольких людей вы заразили. Слово «Христос» почти отсутствует более чем в шестистах ответах. Когда среди толпы является порою пророк с великою, могучую душою, с глаголом «истины» священной на устах, увы, отвержен он. Толпа в его словах учения любви и правды не находит. Ей кажется стыдом речам его внимать. И вдохновенный он, когда начнет вещать, с насмешкой каждый прочь, махнув рукой, отходит. Н.А. Плещев, 1844 год. Сергей, тут две буквы «Е» стоят. Плещев. 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 Н.А. Плещев, 1844 год. Благодарю. Соединю. Так, ну все на сегодня. Благодарю за внимание. Сергей Павлович, и ранее так же ты прочитал, там вверху. С лугом. Что прочитал? Тоже Плещев? Плещев ранее прочитал, там тоже так же. Та же ошибка. Ладно. Буду исправлять. Все, с Богом втошел. С Богом втошел. С Богом втошел. С Богом втошел.